Это злосчастное утро, когда мы проснулись. И я, конечно же, первая встала и открыла дверь. И каково же было мое удивление, что я увидела дом полный полицейских. Вы сами представляете, какое у меня было состояние. Нелегалка, которая находится на территории чужей страны. Дом полный полицейских. Вообще, я думала, все, за мной пришли. Сейчас меня повяжут, сейчас меня, в общем-то, будут забирать, депортировать из Италии. Что в доме идет обыск. Можно ваш паспорт? Всем привет из солнечного Неаполя. С вами я, Татьяна Блогер. Хочу поблагодарить за отзывы, за то количество лайков, которые вы мне ставите. За то, что вы оцениваете мой канал. И я получаю много вопросов, которые касаются именно моей работы настоящей. По которой я сейчас и делаю документы. И я запишу вам, обещаю, видео. Но со временем, чем я занимаюсь, что я делаю и конкретно из чего состоит моя работа. Но, проведя маленький анализ своего канала, я поняла, что очень востребованная тема именно моего блогинга о работе с сиделкой. Я вам хочу сказать, что первая моя работа, да, была работа с сиделкой и вторая моя работа тоже. Это работы, о которых я не рассказывала еще в своем блоге, но обязательно со временем расскажу. Есть видео о моей первой работе. И я обязательно под видео оставлю ссылочки. Вы можете посмотреть эти видео. Кое-какая информация есть. Были у меня такие задумки рассказать более детально о своей первой работе. Насколько это интересно вам, даже я не знаю. И сегодня я хотела рассказать именно о такой курьезной ситуации, которая случилась у меня на моей первой работе. Я сильно перепугалась, честно вам скажу. Потому что на тот момент, когда я устроилась на первую работу, а приехала сюда по бизнес-визе польской. То есть находиться в Италии легально, можно сказать, я не могла. Это уже было нарушение закона. Поэтому виза была выдана всего на два месяца. Конечно, два месяца я могла более-менее нормально быть в Италии. Но при любой проверке, что я делаю в Италии, меня могли просто выставить из Италии, скажем так. Поэтому, конечно же, я боялась полицейских, боялась любой проверки, старалась не попадаться полицейским на глаза. Так многие из наших женщин делают. И вот однажды утром, когда я работала на своей первой работе, бабушка у меня болела альзамером. Она была очень тихая, очень спокойная, добродушная, весёлая. Единственное, чем она отличалась от других, она очень много ходила. И за ней нужно было смотреть в течение дня постоянно, от неё не отходить. А сами понимаете, поскольку я языка на тот момент совершенно не знала. Сказать я ей ничего не могла. Единственное, что я могла, это ходить за ней постоянно по пятам и смотреть, чтобы она, как маленький ребёнок, не упала. Потому что какого-нибудь замечания словесного я и не могла сделать. Она не понимала мой язык, я не понимала её язык. Она, в принципе-то, особо и не разговаривала, просто улыбалась. Условия жизни, в которых на тот момент я работала, это были условия проживания в одной комнате с этой бабушкой. По причине того, что на тот момент, когда я пришла, она уже имела такой инцидент, когда она спала самостоятельно в комнате и ночью свалилась с кровати и поломала руку. Поэтому на тот момент, когда пришла я работать, нужно было спать с ней в одной комнате. Слава Богу, не в одной кровати. Значит, комната была достаточно просторная, светлая, с двумя огромными окнами, в общем-то там меблированная, с телевизором. У нас был с ней свой туалет. Её была маленькая кровать и моя кровать-диван, которая двух, скажем, спальный вариант имела, она раскладывалась. И этой кроватью я подпирала бабушку, чтобы она, если ночью могла свалиться, то скатывалась, скажем, на крающе к моей кровати, при этом меня не особо задевая. Ну и ещё такой момент был у неё. Она ночью, когда спала, потому что болела альзаймером, она, так как днём много ходила, ночью она постоянно двигала ногами, знаете, как вот вроде идёт куда-то. И, конечно же, если бы наши... Ну, я слышала, вот, что она там шуридит по своему матрасу. Ну, как бы меня это не особо задевало. Я одевала наушники, закрывала уши, вечером включала себе музыку, и так бы под музыку я засыпала. Вот. И в один из дней утром вставали мы с ней достаточно, скажем, поздно. Потому что и ложилась, она могла ложиться в 8-9 часов, даже не в 11, но просыпалась, соответственно, тоже поздно. Поэтому мы высыпались, скажем. И вот в одно из... В одно утро, когда мы проснулись, где-то было 8 часов, я обычно вставала раньше, чем она, потому что я шла умываться, ставила в кухне воду на чай нам обоим. И пока она просыпалась, я там себя приводила в порядок, принимала водные процедуры, а потом же потихонечку шла, собирала свою кровать, и ее, в общем-то, поднимала, потом шла и ее приводила в порядок, в общем-то, умывала там, одевала. Шли мы завтракали, принимали таблетки, и вот такой вот распорядок был дня. Ну, это злосчастное утро, когда мы проснулись. И я, конечно же, первая встала и открыла дверь. И каково же было мое удивление, что я увидела дом полный полицейских. Почему я не увидела это через окно, скажем? Потому что когда мы ложимся спать в Италии, существуют на окнах топореллы, которые закрываются, скажем, на ночь, и в доме просто темно, и вы себе спите там до утра, скажем, когда вы утром просыпаетесь, топореллы поднимаются, и все, как бы, светло в комнате. Естественно, когда я утром проснулась, эти топореллы еще были закрыты, движухи никакой я не слышала. И первое, что я услышала, когда вышла из своей комнаты, чужие люди в доме. И эти люди не просто были люди, это люди были полицейские. Вот сами представляете, какое у меня было состояние. Нелегалка, которая находится на территории чужей страны. Дом полный полицейских. Вообще, я думала, все, за мной пришли. Сейчас меня повяжут, сейчас меня, в общем-то, будут забирать, депортировать из Италии. Языка я не знаю, что делать в такой ситуации, я не знаю, в общем-то. Глаза у меня были квадратные. Но самое удивительное, что полицейские на меня никак не реагировали. Первый, кто ко мне подошел разговаривать, это был сын бабушки, который с нами тоже жил в доме, у него была своя комната. Он мне подошел и попытался на итальянском языке объяснить, что ничего не случилось страшного, успокойся, тебя это не касается. В общем-то, этим он, в принципе, меня успокоил. И когда я вернулась к бабушке, я поняла, что завтрак нас сегодня немножко отодвигается, пока полицейские там не утихомирятся, это все. А что случилось, я так, в общем-то, и не поняла. Через время я попыталась выйти со своей комнатой и увидела, что в доме идет обыск. Вы сами прекрасно понимаете, когда идет обыск, то в доме переворачивается все, выворачивается вся одежда на пол, в каждой комнате все перетряхивается. Но обыск происходил не в нашей комнате, скажем, где мы с бабушкой были. К нам постучался полицейский, поздоровался и сказал, можно ваш паспорт? На тот момент моя виза была еще действующая, около, кажется, трех месяцев. Единственное, что я помню, когда я давала ему свой паспорт, то я его не давала ему в руки, а держала в своих руках и переворачивала странички, потому что я как-то хорошо усвоила, что паспорт свой нельзя никому давать в руки в чужой стране. И я переворачивала все странички сама своими руками. На что он мне не сделал никаких замечаний. Он сказал, да, все в порядке, хорошо, типа, мол, извините, и до свидания. Мы же женщинам, нам же все интересно. А я не понимала, почему происходит вообще вот эта вот вся заварушка-то. И, естественно, я стала поднимать топореллы, чтобы хотя бы посмотреть в два окна, которые у меня были в окне. Что происходит? Вот я, значит, открываю топореллы и вижу, кроме того, что полно полицейских, еще две полицейские машины стоят под нашим домом. А это был частный дом с участком земли. И вот я смотрю, по двору ходят, ходят, ходят полицейские. И зашли за угол дома, как раз напротив окна моего второго окна. И что-то вот там делают. Делают там, что-то рубят, какое-то дерево. И я выглядываю так, знаете, из-за уголка, чтобы меня не видно было. Я вижу картину какую. Они рубят дерево, значит, с корнем его вырывают и начинают его тащить в машину. И тут я вспоминаю, до меня доходит, что когда я подметала вокруг двора, наводила порядок, у меня же хозяйка, я еще так, знаете, прошла мимо большого такого в палисаднике дерева. Ну, в общем-то, я еще так посмотрела, вы знаете, подозрительно, дерево похоже на коноплю и достаточно высокое, знаете, так спокойно себе растет. Я еще так себе подумала, нифига себе, в Италии коноплю выращивают просто дома. Вот это страна. И тут я понимаю, у меня складывается картинка, что вырвали именно это дерево конопли и утащили его, скажу так, через два часа. Все полицейские, в общем-то, оставили какой-то документ сыну, меньшему бабушке. О чем-то они там разговаривали, естественно, я понять не могла, о чем там они разговаривают. Ну, вся эта бригада, в общем-то, молча удалилась с этим деревом в машине. А самое интересное, что полицейский участок, вот этот, который делал у нас обыск, он вообще находился на нашей улице. Вот когда начинается улица, на которой мы жили, наш дом был последний на улице, но в самом начале улицы находилось полицейское отделение. И я вот всегда, когда уходила, уезжала в Неапаль на выходной, я всегда проходила не нашей дорогой, а параллельной, чтобы это отделение полиции всегда как-то обходить, и меня не видно было. И вот я поняла, что уехали они туда, именно в это отделение. Ну, и, естественно, мне же было интересно, из-за чего такой ажиотаж, и что вообще случилось. Что вызвало сам обыск, и почему приехала милиция. Сейчас я вам расскажу. Значит, до меня в этом доме работала боданта, которая девочка молодая, до 30 лет, где-то полячка. И она постоянно ругалась с сыном бабушке. Когда даже в первый раз я пришла и встретилась с ними, то между ними произошла ужасная ссора. Особенно, когда уже все уехали из дома, а остались я с бабушкой, это молодая девушка и сын бабушки, ему где-то было до 40 лет, а может, за 40 лет, они начали разговаривать и выяснять отношения на очень повышенных тонах. В общем-то, он ее обзывал там всевозможными словами, что она же барышня легкого поведения. Она в ответ на него кричала, ругалась, повышала голос. В общем-то, все это длилось где-то около получаса. В итоге, в деле, потом мне это все дело надоело, я подошла к ней, потому что как-то с ней я еще более-менее контактировала, говорю, так, где мы спим? Объяснила на ломаном языке, где мы с бабушкой спим? Она говорит, вы проходите в комнату, я уберу эту бабушку свою, мы выходим спать, думаю, вы тут хоть заругайтесь. В общем-то, что случилось на самом деле? Этот сын бабушки, ну, он вообще такой засранец-паразит. Мне он тоже потом устраивал там картабалеты, но это уже другая история, скажем так. На тот момент, когда она уходила, оставляла эту работу, основная причина, почему она оставляла эту работу, вот несостыковка с ним из-за характеров, из-за того, что он ее доставал, из-за того, что он там пьянство устраивал, дебоши устраивал, постоянно с ней ругался. Короче, он ее достал до ручки. И она отношения с этой семьей поддерживала, но решила уйти, потому что он ее достал. И не просто уйти, она взяла полицию и накатала дынучу на этого засранца, потому что он возле дома посадил коноплю, и, в принципе, после того, когда она ушла и месяц уже работала я, полиция среагировала на это заявление и приехала на вызов и нашла коноплю. Вот такая вот была история. Для меня, конечно, это закончилось. Все благополучно. Спасибо большое. Господи. Но, скажу вам честно, что перебугалась я очень сильно. И как реагировать в данной ситуации, что я могу сказать. Главное, держать под рукой телефон, наверное, и, если что-то случилось, хотя бы набирать своих людей, которых вы знаете. Но на тот момент, когда это все случилось, я сильно растерялась и, в общем-то, ориентировалась на местности уже по факту, скажем так. Ну, и в завершении, вы знаете, я хочу сказать, не знаю, как бы я поступила на месте этой молодой девушки, потому что меня этот парень тоже доставал, скажем так, сильно. Единственное, что я с ним не ругалась, вот, ну, он меня доставал. У меня были свои методы с ним взаимодействия, скажем так. Но я честно на тот момент, когда узнала, что это было с ее подачи, я просто аплодировала, насколько молодая девчонка она могла ему сделать такой, скажем, отпор. И самое интересное, что все итальянцы, они боятся, когда люди обращаются в полицию, на, допустим, обиды, на, особенно, когда женщины живут с мужчинами, это я уже потом услышала, и когда мужчины обижают женщин или поднимают руку, очень важно обращаться в полицейский участок, и очень важно просить помощи, писать свои жалобы, чтобы это имело какую-то реакцию. За это, оказывается, в Италии мужчины начинают уважать. Ну, и закончилась эта история тем, что через время пришел выписанный штраф этому засранцу, и ему пришлось заплатить. А с учетом того, что он практически не работал, имел он какие-то подработки временные, скажем, сколько он выплачивал этот штраф, не знаю. Вот, но я же не могу уже сказать размер этого штрафа, но то, что это было действительно так. Поэтому вот такую историю хотела я вам сегодня рассказать, поделиться. вот, и если вам было интересно, пишите комментарии, ставьте лайки. О своей первой работе я могу сказать, что были еще разные такие случаи, происшествия, о которых можно рассказать, чтобы, допустим, знать характер неаполитанцев, как с ними нужно себя вести, как себя не давать в обиду. Вот, поэтому обо всем об этом я расскажу как-нибудь в другом видео. Спасибо, что смотрели меня. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была я сегодня, Татьяна, блогер из Неаполя. До новых встреч. Пока-пока. Пока.